Несмотря на дружественную обстановку, с самых первых минут в актовом зале старого корпуса университета началась настоящая горячая борьба. Высокий уровень и многопрофильность конкурса заставили ребят проявить все свои самые лучшие качества и таланты. Студенты научились разрабатывать и реализовывать проекты, составлять комплексное портфолио, публично презентовать себя и демонстрировать работу в команде. Глубокий и основательный подход к организации конкурса уже не первый год приносит хорошие результаты. Победители достойно представляют университет на областном и республиканском уровнях. Действительно наш конкурс стал традиционным и из года в год к нему возрастает интерес не только от тех, кто участвует в этом конкурсе, а от всего студенчества. Чем хорош этот конкурс? Этот конкурс показывает, дает возможность вернее нашим студентам показать свою эрудицию, находчивость, профессиональную грамотность, высокий уровень творчества. И действительно наши студенты нашего университета это самые лучшие студенты, потому что они неоднократно побеждали и на областных конкурсах. Нелегкая интеллектуальная и креативная борьба заставляет участников аккумулировать все свои творческие способности и возможности. Ребята признаются, что к этому первенству готовились не одну неделю и сегодня каждый из них готов доказать, что именно он лучший из лучших. Тем более, что помимо ответственности за личный результат, ребята стараются оправдать ожидания своих факультетских болельщиков. Сегодня очень важный день. Мой факультет, я думаю весь университет пришел всех нас поддержать. Мы очень волнуемся, у нас велась огромнейшая работа, мы стараемся и я уверена, что мы вложим в эту работу и в это сегодняшнее выступление всю свою жизнь. С самых первых минут на протяжении всей программы своих конкурсантов поддерживала дружная команда болельщиков. Накалу эмоций в зале и искреннему волнению за своего могли бы в этот день позавидовать многие спортивные команды. Плакаты с именами любимчиков и бурные аплодисменты, поддержка, столь необходимая в такие минуты участникам, была обеспечена на протяжении всего первенства. Я пришла поболеть за конкурсантку филологического факультета Катю Василюк. Я хочу пожелать ей удачи и победы на конкурсе. Катя, мы за тебя болеем! Еще одна хорошая и почти традиционная тенденция прошедшего конкурса – преемственность поколений. Участники прошлых лет сегодня не только делились со своими товарищами секретами сценического мастерства, но и поддерживали их на сцене. Ольга Хорожева, которая прошла через соревновательные рубежи в прошлом году, на нынешнем конкурсе уже в качестве ведущей делилась опытом и, насколько это позволено регламентом, помогала конкурсантам. Неоднократно участвовала в конкурсе «Студент года». Остались только приятные впечатления. Скажу тем, кто, возможно, считает, что это очень просто выйти на сцену, представить себя, свой факультет. Нет, на самом деле это не так просто. Это волнение, это переживание. На тебя смотрит очень много глаз, за тебя болеют, конечно же. Вы знаете, конкурс достаточно интересный. Он помогает тебе научиться вести себя, вести себя на сцене, вести себя среди такой огромной аудитории. Помогает как-то самореализоваться. Настоящая азартная борьба за главный титул. Танцевальные и песенные баталии и участникам, и гостям принесли массу незабываемых эмоций и впечатлений. А для каждого, кто хоть раз выходил на сцену, это самая большая награда. Потому любого из конкурсантов можно смело назвать победителем. И также дружно потом болеть за одного из них на уже областных стартах.